Основная конкурсная программа завершилась. Результаты огласили, волнительные моменты пережили. В регионе завершились 13-е Дельфийские игры. В этот раз их провели очно после долгого перерыва. Почти семь сотен талантливых детей с разных уголков области показали свое мастерство сразу в 31 номинации. Результаты подтверждают, ульяновские конкурсанты смогут повторить свой успех на всероссийской площадке. Отвечая на ваш вопрос, насколько успешно они прошли, я могу сказать про соотношение золотых и бронзовых медалей. В этом году мы наградили золотыми медалями 139 человек, а бронзовыми 69, что говорит о том, что уровень растет. Дизайн одежды, народный танец, театр, изобразительное искусство. Победа в каждом из направлений – несчастливая случайность, а кропотливая работа. Многие участвуют повторно. К примеру, в этом году Тихонова Мария забрала сразу две золотых медалей. В номинации «Худочное слово» я читала произведения «Григорий Горин-Ёжик» и «Михаил Исаковский. Слово России». А в номинации «Вокал» я пела песню «Широка страна моя родная» и английскую песню. Для меня это, конечно, неожиданно, то, что мне дали два золота. Я думаю, это невозможно. Но как бы вот так получилось. Пока участников награждают, в зале сидят те, кто приложил немало усилий для этого момента. Родители и педагоги. Именно они своей любовью и мастерством убедили конкурсантов. Нет ничего невозможного. Надеялись на победу, были уверены? Вообще да. Почему? Потому что мы лучшие. Мы посмотрели на другие коллективы, оценили их номера, что-то для себя отметили. Позже из числа победителей выберут тех, кто представит область на всероссийских дельфийских играх. Они пройдут в Саратове. Конкурсные испытания начнутся уже в следующем году. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.